Ну все ребята, вот она наша пузяка Пока мы с ней ничего не заплатили Прям приятно Я закину тарп И потом я ремни закину накрест Ребята, даже 5 минут не прошло Это мужичок такой довольный Ты быстренько чак-чак-чак-чак Хороший доступ Он мне еще оттуда говорит Слышь, я тебя буду вот так вот Ты меня услышишь, вот такая вот тема услышь Когда нужно будет ехать сюда Обезьяна чичи-чи продавала кирпичи Праздник Вот у него уже груз есть Это уже супер праздник Набираем команду и овнер-оперейторов 12% от того, чтобы... Готаем с трейлерами степ-дек Лоу-профайл Мы катаемся не только с одними грузами Я еще два сегодня разгрузил Трайлера степ-деки у нас есть в наличии в аренду Если есть вопросы, я с радостью на них отвечу Набираем 773-771-8880 Александр Так, все, мы сруливаем Сразу смотрим издалека Видите, что две линии Левые поворачивают налево и одна поворачивают направо Значит, мы берем самую дальнюю линию Она не зря здесь нарисована Это для того, чтобы радиус брать большой И стоп-знаки отсюда не забирать с собой Это Калифорния Здесь любят такие старенькие пикап-траки Ну все, ребяточки, мы рядом Там эта контора называется Custom Sensor И надо запоминать постоянные номера Типа это О, реалитет Номер, короче, здание Получится 2-4 единицы Праздник Вот у него уже груз есть Это уже супер праздник Ни-ху-я Вот просто Ни-ху-я Так, ладно, пойдем на разведку Ребяточки Вот их штаб-квартира Вот она здесь Вот Shipping and receiving И же я еще написал Когда я буду там Видите, там ворота И типа, если ворота будут закрыты То надо будет там нажать На кнопочку Получается, я дозвонюсь до нее И она мне откроет ворота Это было не просто смело Это было пиздец, как смело Все, друзья, мы с вами заехали к ним на территорию Так, надо искать пути отхода Потому что, смотрите, я просто заехал И мне надо будет где-то развернуться Где-то Им нужно место И я смотрю, вот там один торчок Сейчас пойду сразу Дамы себе знать Да, ребятки Пять баксов, как пять баксов Но нам придется подождать Потому что два трака до меня Загружаются И я ему говорю сразу Просто я видел здесь Эти станки такие высокие И я ему говорю Слышь, у меня в заметках тут Типа тарт на четыре фута Я говорю, я не буду стоять на восемь фут Типа, как есть Я видел у тебя там станки А он говорит, а мне вообще все равно Насчитают Не надо тарт, мне надо тарт Я просто загружаю Я говорю Миш, мне похуй Я так чувствую Я говорю, так, смотри, чтобы я имел в виду Чтобы он не загрузил Тем ребятам на Высота четыре А мне высоту на восемь Просто у меня в ноутс Тарп на четыре Чтобы я не лазил Как обезьяна здесь Тарп на восемь Вот так, на четыре Это прям приятно Ты быстренько Чак-чак-чак-чак-чак Хороший доступ А высота восемь Это получается высокий Два метра Табуреточку ставишь Чтобы залазить Туда наверх Там еще Чтобы лазить Как обезьяна Обезьяна Чи-чи-чи Продавала кирпичи Все, ребяточки Я уже уточнил У него Как нужно сделать Вот там Спуск идет Такой резкий И там Бампер Мы можем Ставить Я это уже Посмотрел Так что мне нужно Вот сюда Короче Поехать туда Взял там Ютурн Развернулся Приехать обратно Тоже по этой линии Вот так Сюда И затем Вот отсюда Когда там уже Кто-то будет выезжать Вот отсюда Я задам Вот так вот Буду заезжать туда И вот там Два стап-детчика Уже ждут Один загружается А другой ждет Загрузки И вот один будет выезжать Тот, другой сдает назад А я вместо этого Раз Туда сдам Вот такой процесс А, все окей Ну вот эти ребяточки Типа с самого утра Здесь А я не с самого утра Я успел разгрузить Два груза Сегодня Но это Маленький секрет Все ребяточки Заводим на шарманочку Едем Да, здрасте Чак-чак Короче План вам Ясен Заглушили шарманочку И ждем Ребята Даже пяти минут не прошло Этот мужичок Такой довольный Он мне еще оттуда Говорит Слышь, я тебя буду вот так Вот ты меня услышишь Вот такая вот тема Услышь Когда он уже будет Ехать сюда Не свись Денег не будет Примета такая Я говорю, да, да, конечно Я тоже посвистел Так сразу с ним И он такой довольный был Я такой довольный Знаешь, как два ребенка Такие Раз Такие Пятосик Вот такие Дали И все Ну сейчас он приехал Он не свистел Ничего На форклифт Честно подъехал И говорит Здесь браун трак Типа в тот коричневый Я говорю, да Он говорит Тот коричневый Сейчас езжает назад А мне нужно Пророковаться На его место Я говорю Все, дядя Я тебя понял Сейчас так и сделаем Так что мы заводим Нашу шарманочку Вот женщина Покрасила себе волосы В какой цвет Хочет выделяться В коллективе Пошла движуха, ребяточки Типа лазер какой-то Смотрите Маш Машин Машин номер 16 Это станок Который вырезает Видите Ставишь какие-то темы Сюда И он тебя вытачивает Как токарный какой-то станок Потому что я, видимо Последний трак Который сегодня Будет загружаться Получается тот один Второй И я третий Как вам номер фри? Ребята Печатайте в комментариях Как вам троечка? Это тема на колесах Дело было вечером Делать было нечего Их нужно тоже торповать Они сейчас ждут Большой один форк лиф Чтобы загрузить Вот этот юнит Ему А мне такой же Этот юнит Чтобы они загрузили Самый большой Тяжелый Он будет прямо вот здесь Раз Будет впритык К моему апардеку Вот здесь он будет На апардек Больше ничего ставить не будут Получается Они мне сказали Как это зацепить Нужно на вот это вот Чудо Нужно 4 ремня Получается накрест Раз Раз Типа иначе никак И уголки нужно защитить Так что, друзья Мы поставим с вами Один плед сюда Один плед сюда наш Сейчас я прям по пледу Закину Сверху Я закину Тарп И потом я ремни Закину накрест Тарп Я вот там вот снизу Вот так вот Одним ремнем Зацеплю Не надо будет Ни одной резинки На вот этот тарп Тарп возьму Самый маленький Я его называю Огрызок Либо то, что он болел В детстве Или кастрированный И вот так мы обзываем Так вот Он пойдет сюда Потому что на аппердек Больше ничего не будет Чтобы я не ждал Сейчас один тарп На все Потому что Я уже знаю Какой процесс Смотрите У нас вот эти юниты Потом получается Вот эти Раз Два Три Я не хотел так в длину Сначала один Потом второй Потом третий Но мы можем сделать Сайт бай сайт По сторонам С этой стороны И с этой стороны Благодаря Ушкам Вот сюда мы ушки Будем ставить Алюминиевые Получается На эту сторону На ту Сейчас Получается Мы как сделаем Вот сюда мы уже Тарп ставим Я уже вам рассказал Какая процедура Затем Вот эти Раз Два Три Юнита Он поставит Их сюда На задок Я тоже Их закреплю И поставлю Тарп сверху А еще один Тарп у меня Будет на большой Юнит И маленький Вот примерно Вот такие Два малыша Один такой Один такой Вот этот Самый тяжелый И потом тот Этот вес Где-то Паундов 17 тысяч Паундов Получается 8-8 с половиной Тон Вот он Пойдет Притык Капардеку Ну все Ребяточки Пошла движуха Мы берем Наши Огиало Огиало Получится Раз Два Пока Есть два Пойду сюда Эти все Мы будем использовать Чтобы защитить Наши уголки Их будет много Так что Вот эти два Пока Пойдут у нас На вот этот Груз Раз Отлично Поскольку У нас есть Вот эти 4x4 Доски Я тоже Освобожу И буду их использовать Потому что Мне вот этот ремень Полюбаться Вот такая процедура Вот Александр закинул Тарп Получается Здесь Должно быть Типа язык Сверху Но здесь языка Нет никакого Такая тема Мы сначала ушки Так загнули И потом Тарп в эту сторону Чтоб воздух не заходил Вовнутрь А здесь наоборот Типа сначала язык Вот так часть А кончики Раз И раз Все Сейчас Я затяну Один Страп Такой Круговой Вот такой Вокруг него И все И вот закинуть Страпы Раз Два Три Четыре Как мне мужик Сказал Ну это пиздец Какой-то просто Ну сколько Можно Вот и царь горышес Залез на Наш ходряк На стулбакс На наш Яшчик С цепями Вот ребятки Сверх хочу показать вам Как Александр Зацепил Накрест Получается Знаете Юниты Как они мне сказали Пожалуйста Сейчас пойду их Потороплю Пускай мне те Раз, два, три Поставят на самый хвост Потому что они легкие А потом тяжелую тему Будем ставить посередине Чтобы я время не терял Потому что тут я Даже затарповал Мне это заняло Это минут 20 Тарпы Мне это сделали Быстро И сейчас Тоже самая Процедура Будет с той темой Но сюда Наверное Еще пару резинок Поставлю Все-таки Я думал Что не буду ставить Но вот эти Видите углы Раз угол Два угол Три Четыре Четыре угла Надо четыре резинки Взять И натянуть И натянуть Эту тему Сейчас будет Наш прыжок Есть контакт Я супер Бебезьяна Вот наш большой Юнит Выезжает Видно что работают Профессионалы Потому что Видите Миллиметраж Но они На нормальной Скорости Выезжают Прям Миллиметровщики Круто Да это ж круто Я уважаю Что они делают Вот они Использовали Вот такие колеса Получается Одни колеса С одной стороны Другие С другой стороны Поставили И тут просто Приподнял Форклифтом И просто Тянул на себя А там он Ехал на колесах А как сейчас Будут тащить Наверное Здесь оставят И когда большой Форклифт Еще подъедет Так он возьмет Это типа Не может потянуть Интересно Но это видно Что мощный Форклифт Он сказал Что эта тема Тяжелее на 5000 Паундов Тяжелее Чем он может Поднять Я реально Прихерел Вот друзья Приехал великан Видно реально Мощь Мощь Он может поднимать 45 тысяч Паундов Легко И он сейчас Берет этот Юнит И скинет Тому Мужику И затем Ребяточки Уже Нами будут Заниматься Ребят Вообще Шикарно Потому что Здесь Видите какая тема Я думал Как цеплять С этой стороны Он мне сказал Цепь сюда В эту сторону Цепь в ту сторону И посередине Один ремень Вот В это время Пока В институт Распределяю Как буду ставить Я ему сказал Чувак Затечет Он сказал Что это нормально Я говорю Окей Браток Я себе Сделал Заметочку Сейчас Вот эту Вот тему Поставил Я спросил Могу ли я Ставить ремни Сверху Масал Блин Нет Нельзя Но можно Вот сюда Вот цепь Ставить Видите Раз Фру У нас Вот так Вот Насквозь Цепь И нормально Получается Я вот сюда Поставлю Раз Раз Ходю Затяточкой Раз Цепь Два Цепь Две Цепи Будем Использовать С вами Короче По любому Надо было Поставить Мне Четыре Плияда Сюда Наверх Короче На эти уголки Потому что Они стрёмные Хочется Поставлю Раз Два Три Четыре Закину Ремни Только Ремни Закину И затяну Не сильно Только Чуть Чуть Чтобы не Сделать Демедж Вот этому Грузу Я не знаю Жесть Наверх Тонкая Чтобы Я не Прижал Но Тарп Мне Дорог Так что Ребяточке Нужно Пледы Поставить Обязательно А вот Здесь Круто Пледы Я только На вот этот Поставлю Наверх И все Здесь Ничего Не надо Получается Тарп Вот так Красивенько Ляжет Сюда Один Есть Шпильку Штулку Этот Пин Я Короче Сувать Не засуну Потому что Пройдет Сувать Это Обратно Я Это Поставлю Отдельно Главное Не Потерять Ребяточки И затем После Разгрузки Это Поставим Обратно Очень Важно Ведь Я Это Строго На Цепи А Во то Все Будем На Ремни Ставить Так Друзья Зачем Я Прессую Вот Это Тарпа Закинуть Один Вот Так Пойдет На Вот Это И До Половинки Примерно Посмотрим На Четыре Инч На Четыре Фита Вот Этуалет У них Здесь В Цеху И Что Мне Нравится Вот Эта Тема Реально Удобная Нажал Раз Это Немножко Старенький Вариант Но По-любому Тоже Удобный Потому Сейчас Все На Сенсоре Другие Новые Уор Вархаусы Вархаусы Либо Цехи Заводы Ну все Ребята Вот Оно Узяка Мы с вами Отъезжаем Уже Отъезжаем Ребяточки Я себе Рис Свой Согрел Сейчас Буду куш Когда выезжу Выйду на трассу На трассу На трассе По-молдавски Трассе Трассе Я выйду на трассе Все Загрузились Ребяточки За 2.520 Едем Феникс Аризон Нам 417 Мил Все Ребят Прямо здесь Обочная Припарковал У бордюра Я свой Трачок И что-то Сока Мне захотелось С рисом И заодно И Деф Надо заправить Нам И ближайших Никаких Тракстапов Нету Так что Вот Александр Решил Прямо здесь Да ребята Дефа нету Зато Сок Яблочный Взял 5 баксов И 9 центов А Деф По-любому Надо искать Вот еще Один На скейтинг У нас круче У него руль есть А у меня ноги руля Я думаю Что это удобнее Потому что Там и ноги заняты И руки Заняты А здесь Только ноги Заняты Все Удали жажду Выпей Яблочный сок Волмарте 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 Такой сок Стоит 2.53 А здесь 5 баксов Давайте дальше смотреть Этот выпуск Вот такой у нас маршрут Будем прожать через Лос-Анджелес Видите Зачем Через Онтарио Тоже Пригород Лос-Анджелеса Вот поставил Дэв заправляться Соляру Дэвс 3-4 бакса Соляронька Всего лишь 6.31 Нечем расслабляться Потому что мы затянули Так От души Ребята Мы уже рядом Заезжаем в Феникс Штат Аризона Ребятки Гудмоник Смотрите 6.30 утра Они открылись уже Вот я здесь Парнишка приехал Вчера Первый Он еще спит Это первый Стал Того этап Это конечно Печально Это печально Сейчас Берем наш музыкальный Инструмент Перчаточки И начинаем работать Ребятки Ребятки Видите У меня весь трейлер Блестит Это Корчат Масло Которое Отсюда И это Не есть Хорошо Я сейчас Сделал Все фотографии И Отправил Диспетчер Чтобы диспетчер 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 С 100 Бакса За мойку Трейлера Снял С него Я надеюсь Уже у нас получится Потому что Ребятки Грязный трейлер Этого масла Реально потекло Все И целая линия На нашем трейлере Отсюда Туда Будем бороться Мы все Виноваты В этом Пиздеце Короче У меня сказал Что большой Фортлифт приедет Сейчас через минут 5 Я говорю Так разгрыжай Маленьким Что можно Разгрыжить Маленьким Он такой Не подожди Минут 5 Он уже сам Все раскроет Я говорю Я тебя услышу Погнали Движуху Расскажу И покажу Как собирать Тарп Сперва Его нужно Полностью Расстелить Чтобы Затем Красиво Сложить В этом Случай Не получилось Показать Как Самостоятельно Собирать Этот Тарп Русскоговорящий Мужик Присоединился И начал Помогать Если бы Я был На его Месте Я бы Сделал То же Самое Сперва Закидываем Этот Язык Тарпа Наверх Затем Хватаем С одной Стороны И тащим На середину Затем Берем С краю И опять Тащим На середину Тоже Самую Процедуру Делаем С другой Стороны Затем Одну Сторон Закидываем На другую И с той Стороны Где нет Языка Тащим Почти До Конца И там Где Нет Концов Начинаем Закручивать Так Мы Метим Где Находится Язык Нашего Тарпа Потому Что Сам Он Должен Находиться Спереди Груза Или Затем Берем Две Ребят Коррес Клаб Смотрите Этого Парня Короче Разгрузили И все Круто Потому Что У него Юниты Были Легкие И вот Этот Форклифт Потянул А у Меня То Что 20 тысяч Паундов Весит Вот Один Юнит Тяжеленький Кторый Ближе К Пардеку И Тоже Самый Что У Того Пацана Тоже Тяжелый Так Вот Форклифт Будет Только Через Два С брокером Чтобы Он Доплатил Нам Бабки С Тоже Простой А сейчас Ребятки Вот Хочу Померить Какая Высота Идет Когда Колеса У Стоп Дек От 22 Короче 45 И 5 Получается 3 Фит Вот Ребята Я себе Соботыльника Нашел Пока Сегодня За грузами Не едем Короче Трайлер Где Колес 22 5 Получается Ребятушки На 10 Инчей Вот На Столечко Выше Идет Снимаем Процесс Самой Разгрузки Что Интересно Тоже Эти Ребятки Которые Нас Загружали Вот Тоже Это Бригада И Нас И Разгружает Вот Они Прям Своим Траком Приехали С Этим Форклифтом Получается Маленьким А Большой Форклифт Они Берут В аренду И Они Сюда Подъехали Хотел Взять Типа Шести Утро Форклифт Типа В аренду И Он Короче Высота Идет Как Минимум 12 Фит А Вот Эта Тема Имеет Почти Получается 3.5 3.5 Плюс 12 Равно 15 Чем Это Нелегально Нужен Пермит На Это И Он Пока Нашел Какой-то Форклифт Который Похоже По Высоте Который Сможет Поднять Той Большой Юнит Тот Юнит Вот У Того Пацана Два Юнита Вот И Будет Только Через Часа Полтора Так Что Вот Эту Тему Мелочевку Нам Сейчас Разгрузят И Затем Тот Большой Юнита Разгрузят Вот Так Так Что Пытаемся Брокера Стряхнуть За Это Пускай Мне Заплотит За То Что Мне Запачкал Трейлер Смотри Сколько Масла Прям Течет Смотрите Вот С этого Угла С этого Угла И думал На 100 Баксов И потом Написал 200 Баксов Диспетчеру Может Получится Снять Хотя Б Сот Они Тоже Профессионалы Поставили Ремень Две НЧ Видите Вокруг Этих Вилок Ребята Птицы Короче Вот Две Птицы Он Скинул Я Прикололся Говорю Ланч Типа Ужин Удался Я Спросил А Что Случилось Он Говорит Эти Птицы Попали В Куланд Это В Кондиционер Просто Туда Врезали В Кондиционер И Закрутило И Все Я Прошу Закинуть Тарпы Ко мне Наверх Потому что Ребятушки Я Тагер Кулес Вы Это Знаете Но Если Есть Возможность Попросить Кого То Им Не Трудно Форклифтом Подъехал И Поднял Александр Просто Затянет Маленький Еще Раз Два Три Три Юнита Прямо Сейчас Он Скинет Я Попрошу Его Закинуть Погнали Тарпом Мне Закинул Форклифтом Солдай Без Проблем Быстренько Подъехал Даже Вилки Поставил Вместе У него Были Короче Мужик Нормальный Вот Я Затягиваю Мои Тарпы Все Я Этот Дос Затянул Все Я Уже Пачкаться Не буду А Ребят Вот Эти Доски Мои Две Раз Два Надо Будет Их Сюда Впритырки И поставить Ремень Этот Вижу Грязный Трайлер Брокер Просто Тупо Не отвечает На Письма И Трубку Не берет Представляете Смотрите Чет Из него Масло До Хрена Если Атишник Нас Поймает На Уэйстейшне Сразу По Трусам Просто Если Мы Уже Разгрузимся И Брокер Потом Выйдет На Связь Ни Хрена Не Заплой Единственный Шанс Это Сейчас Добивать Груз На Трейлере Блядь Я Заплакал Этот Мужик Привез Только На Прокат И дал На Распоряжение Вот Этим Другим Ребятам Все Они Взяли Уже В Свои Руки Наконец-то Начнем Разгружать Большие Куски Ура Все Ребятушки Скинули Груз Погнали В нашу Квартиру Считать Наши Бабки Которые Нам Ныцались От Брокера За Этот Выпуск Пока Мы Саней Ничего Не Заплатили Бухгалтер Милый Мой Бухгалтер Мой Бухгалтер Ребяточка Рубрика Че По Касе Давайте Посмотрим Что Нам Получилось За Этот Выпуск Мы Перевозили Один Груз Единственный Мы Ватарповали Тоже Много Труда Дали В него Мы Перевозили Из Часуар В Калифорния Он Поехал В Феникс Аризона Это Лос-Анджелес Кругом Бегом Мы С Вами Проехали Около Пятиста Миль Нам За него Заплатили Две Тысячи Пятьсот Баксов И В конце Концов Нам Дали Вот Что У нас Трейлер Был Грязный Нас Должно В Пять Часов Разгружали Нам Дали Только Шестьдесят Баксов Мы Запросили Двести Но Ребяточки Я думаю Что Это Нормально Нам И Так Дали Отлично За Этот Груз Так Что Кругом Бегом У нас Получается Две Тысячи Пятьсот Шестьдесят Долларов На Еки Пятьсот Миль Да Фары Реклама Hello Опять Рекламщики Да Это Не Шутки Это Полушутки В Чите Такой Один Павильон Номер Один Нет Шифер Шифер Да Шифер Шифер Нет Спасибо Реклама Каждый день По куче Звонков Ну что ж Погнали Считать Ну что друзья Бабки как всегда Бардащок А с вами Встретимся В очередном выпуске Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры